друзья приветствую вас вы на канале алекс дозор и сегодня у нас очень интересная новиночка в низкобюджетном ценовом сегменте это наушники от компании tern st2 гибридная моделька моделька прилетела к нам из поднебесной из магазина local z кстати это тот магазин который делает неплохие скидки по промокоду название моего канала ну не совсем промокоду в промокоды писать не надо это как слово пароль действует вы создаете неоплачиваемый заказ пишите в личном сообщении продавцу алекс дозор и получаете скидку на тот товар который вы хотите приобрести я точно также там постоянно заказываю сам все себе гораздо приятнее делать это по скидке собственного канала чем по скидке другого да ребят модель очень интересно я так забегу вперед немножечко мне понравилось но давайте сначала посмотрим комплект поставки и как это дело выглядит вблизи а потом поговорим о том как это чудо звучит вот в такой вот коробочки приходят эти наушники почти в стандартной обычно да у нас такие вдоль коробочки но не у нас а у компании tern а тут что-то новенькое вдоль вот так вот нарисована схема расположения этих самых драйверов в самих корпусах схема уже ставшая классической динамик и арматура в звуководе наушники гибридные стоят они 10 чем-то долларов но можно попробовать еще попросить скидку только что объяснял как если что ссылкой ссылка описание этого процесса еще в описании под роликом вот из интересного или из основного это то что у нас 107 децибел чуйка импеданс у нас 22 ома и ну как бы частотная характеристика 20 ерц 20 килогерц 2 пиновые разъем qdc ну как бы как бы все да а вот есть они с микрофоном или без микрофона и есть черные или белые ну то есть белые это прозрачные вообще а у меня такие притемненные как с тонировочкой ну немножечко уже прошла моза на совсем прозрачные наушники но по моему личному мнению по крайней мере мне не нравятся ладно под затянул с этим делом посмотрите еще внимательно это все это вы можете найти на картинках магазинах поэтому как бы погнали наши городских вот так вот это дело выглядит вот такой вот ложемент витрина хоть не постамент вот так вот в нем лежат легко выходят наушники и вот такой вот комплект поставочки в комплект поставочки входит в кабель который я рекомендую сразу даже не включая просто убрать в сторону и пусть он лежит на случай когда вам понадобится гарнитурка выглядит он ну как бы вроде как и обычной симпатично ну ничего в нем ничего в нем нет интересно я беру обычно с гарнитурными блоками просто потому что потом или кому-то подарить может кому-то продать легче ну народ предпочитает гарнитурой есть колпачок есть даже вот липучка органайзер для смоточка органайзер ну она белого цвета и вы представляете во что она превратится я красными обычно пользуюсь но они так тоже пачкаются достаточно хорошо но белая белая это да нету никакого бегунка вот что еще но я же я этим кабелем и пользоваться не хотел так что еще здесь но бумажки как бы лучше бы просто положили вот такую бумажку с qr-кодами да это контроль и прохождения качества и все и и спасли бы дерево все могут по qr-коду перейти на страничку с описанием это было бы это было бы гуманней вот еще такие входят там я вот только что заметил амбюшюры ничего в принципе достаточно хорошие от комплектные сильной замене как кабель мгновенные не подлежат это уже если у вас будет желание смотрите вот средние какие-то звуководи звуководики то есть амбюшюрки насадки с вот такими вот звуководиками и какие вот остальные такое впечатление что вот сюда попали как-то лучше эти действительно они плотнее и мне вот они больше нравятся эти как-то такие жиденькие ну вот так или или это произошло случайно либо же как бы средний ставят специально лучше я не знаю если кто-то знает напишите как бы в комментариях но вот такое наблюдение итак давайте перейдем немножко ближе к наушникам сразу сниму амбушюру вот так вот он выглядит прозрачном виде это можно рассмотреть внутренности как бы зачем не знаю но если кому интересно берите в прозрачно то есть определение левого правого наушника есть два компенсационных отверстия один вот на над под динамиком и другой вот камере звуковой если вы видите вот так вот ну не знаю они в принципе большие а да давайте давайте сделаем это померяем их в длину это 23 с половиной миллиметра ширину они так немного обтекаем и ширину это 17 с половиной миллиметров и самое главное звука вот звуководы мне нравятся хорошие металлические 5 миллиметров в диаметре есть бортик для удержания амбушюр и амбушюры на нем сидят как влитые не спадают практически все ну кроме дуну sp230 ну и раз пошла такая пьянка давайте уже переходить к подборам аудио аксессуаров там мне будет что вам тоже рассказать итак друзья вот как бы это это не все что я использовал для прослушивания и тестирования этих наушников вот в основном ну как в основном львиную долю времени я слушал на фиоке третьем разумеется и звучали они здесь ну по моему по моему вкусу ну и по пониманию ну то есть лучше чем с остальными скажем так источниками неплохо просто вот с темпотеком 2 1 ай да это же как бы не просто этот самый транспорт это еще и плеер достаточно как бы это было хорошо вот замечательно просто с вот этим вот bluetooth ресивером от хидис аж вторым в скором времени думаю поменять его на от шанлинга опять и вот недавно вышел но если если получится если бог даст в следующем месяце это сделаю а так достаточно как бы неплохо отсюда во но сама вот интересно то что получилось сама так вот выразительно это вот с вот этим вот свистком от темпотек саната hd 2 2 наушники светленькие то есть как бы не как бы а такие вот светло веселые да из названия вы это уже понимали вот и вот этот вот как бы свисток им подкинул немножечко веса на мч немножечко холестерина жира на мидбасе и подача стала как бы повкуснее по такой вот как бы по насыщенней ну реально хорошо но вот скоро будет обзор на этот свисток и вы поймете вы все поймете тут как бы немножечко немножечко печальная история такой легкий спойлер в будущее вот уберу его вот эти вот свистки на коннексантах что чем так теперь 11 вот на него ссылочка да сейчас всплывает что вот это тоже готовлю на него сейчас обзор вместе с вместе с саната и вместе с наушниками которые прослушиваю вот они чересчур высветляют и подача становится такой слишком яркой резкой бестелесной ну вот это тот случай когда светлые наушники со светлыми свистками не годятся абсолютно вот еще можно такой вариант который хорошенько так темнит подачу это лаконак на реалтек но тоже как бы темнить подачу светлых наушников но я не вижу в этом никакого смысла легче туда уже взять как бы темненькие ушки да ну как бы это как вариант можно принципе сделать они неплохо даже играют просто с выхода вашего смартфона это наушники которые можно вот реально наслаждаться какой-никакой ну в меру детальностью скажем так но все-таки она здесь присутствует просто с выхода три с половиной вашего смартфона они будут играть вполне себе кайфовенько по кабеля вот этот вот лучше сразу убрать в сторону и даже не пытаться его вставить чтобы не портить себе впечатление от наушников кстати наушникам прогрев понадобился около четырех часов могут даже пяти они как бы играли так себе где-то себе лили где-то мутно где-то грязновато где-то как бы не совсем ровно даже с вот этим вот кабелем именно на этом кабеле я в течение первых 5 часов и слушал потом как бы все устаканивается все садится на свои места перестановится и это реально как бы потом ухты как они могут ну то есть такие впечатления были у меня то есть винив вот этот кабель на этот я сразу почувствовал как бы ну нормальный резкий прирост в качестве самое смешное что сменив вот этот это тренд т2 вот на него сейчас а давайте не на него она весь как бы плейлист аудио аксессуары там вы найдете как бы все эти кабеля кроме этого обзор не снят и амбишуры тоже там найдете сменив вот этот вот т2 на вот этот вот чисто серебряный я почувствовал практически такой же прирост когда сменил комплектный на вот этот вот то есть еще стало лучше еще как-то вот вытянулась сцена по краям стала шире стали детальки читаться более отчетливее ну нравится мне этот кабель вот отдельная ссылка на его обзором недавно был если кто не смотрел посмотрите и с вот этими кабелями вот этот вот балансный который тоже достал посеребренный который тоже достаточно в меру светленький но за счет того что это баланс как-то стало мощнее глубже чуть-чуть так вот глубже ну тоже особый шарм этим наушникам это придало все немножечко немножечко играет лучше чем допустим вот этот серебряный но и за счет того что он балансность баланса это вот как кажется так немножечко мощнее что ли агрессивнее ну агрессивнее ним не то слово правильнее наверное мощнее и как бы все вот это тоже неплохой как бы кабель в том обзоре с серебряным кабелем был его собрат 4 и 4 пентакон но тот более как бы темнит этот все таки как бы более ближе к светлой стороне я дождусь вот этого ресивера чтобы у меня были еще другие выходы потому что feel q3 где-то как-то искажает на 4 4 вот сейчас вот тоже ссылочка на этот обзор и чтобы было более понятно но подошел вот этот вот кабель 44 то есть немножечко тоже притемнило немножечко так сделала музыкальный более подачу сгладила детальки вот кому кому детальки режут то как бы можно это сделать с помощью такого медного кабеля как от кибиртов кабеля и по амбушюрам в основном я слушал с вот этими sp 145 ими потому что они передают вот то звучание которое задумали инженеры вложить в эти ушки вот и она больше всего ну то есть не больше всего а как бы корректно передает практически никакого влияния не практически а не оказывая никакого влияния на звук на уж так же пробовал и хорошо мне зашло вот с sp 240 хорошо сидят в ушах глубокая посадка так глубоко у меня кстати ни одни наушники не садились как вот 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 я думал сейчас дать барабанные перепонки достану не достану конечно но это образно но сели очень очень глубоко и звук вот стал насыщеннее глубже тоже как бы не потеряв ширину при этом и в детали так как бы это дело было сп 100 и не так хорошо не так плотно сели с этими наушниками немножечко как бы это мешало им выполнить основную их не функцию по высветлению звука то тоже можно с мандаринками не сильно было удобно ну хороший упругий такой вот звук получался за счет того что толстые звуководы и в сами мандарины вот упругие многие люди жаловали что они вот ну бывает разлазятся вот так да и есть у них такое дело их силикон просто сверху вот вот этот вот плотный на эту плотную пену наложен вот и с ними как бы классно упруга но уши устают потому что это ну немножко как давит изнутри вот видите такого когда лето жарко то происходит еще сильнее как бы из-за этого давления становится не слишком комфортно пенки вот эти вот вообще не сели они не созданы для этих звуководов и для моих ушей она как бы там криво и и совсем не очень вот тут вылазят сразу звуковод но это это совсем не сюда амбушюры вот понятно что к таким дешевым наушникам покупать амбушюры подороже но они вполне хорошо играют со своими то есть это не обязательная программа по аксессуарам мы прошлись и теперь давайте я расскажу все таки о том же как как звучат эти ушки за 10 долларов и так друзья наконец-то звуки ну уж в курсе что внизу есть тайм-коды в описании по которым можно перейти смотреть вот именно тот блок который вас интересует это я не могу как бы мне сначала это все дело не то что смотреть смотреть не один раз мне это еще снимать приходится ладно это было немного лирики наушники по звучанию своему интересные и как вы уже прочитали в названии это светло-веселое звучание это стопроцентная вышка графика чеха вот как бы сейчас моя любимая жена вмонтирует и выведет и вы сможете посмотреть это даже такая w вышка с какими-то там пиками с какими вы сейчас видите на 10 гигагерц для вы че и там по моему от 1 и дальше до 5 по моему ну вот вы сейчас все видите как бы с таким холмиком хорошим и вот что хочется сказать этих наушников у них большие звуководы большие большие звуководы большие корпуса и там стоит 10 миллиметровый динамик 10 миллиметровый динамик и в сопле стоит арматурка по арматурке не 1 а 2 вот и динамика тоже 2 кстати и с воздухом динамик отлично работает с воздухом знаете он такой вот как бы наполненный воздухом но этот воздух не расползается не разбегается он как бы наполненный и собран по дно округлое такое тело с небольшим весом без все-таки присутствует но небольшой то есть больше как бы этот бас уходит в ширину чем глубину он не хлесткий он не острый он не колющий у него нету ухода в глубину резкого он такой больше с воздухом и ширину знаете куда-то тут мячик который не перекаченный не упруги а так вот мягенький что ты можешь раз на и он быстро возвращается назад то есть такой вот как бы еще чуть-чуть его подкачать примерно такая ассоциация у меня с тем басом который который инженеры положили сюда в эту модель и я понимаю что делали они это специально как бы потому что ну вот за счет вот этих вот больших корпусов скорее всего двух компенсационных отверстий за счет всего вот этого это так и работает переходим к серединке серединка на мид басе на ней нету лишнего жира нету лишнего налета холестерина то есть как бы струна очерчена но не но не туго натянута она не режет вам уши смотрите как гитарные партии прослушиваются очень очень классно очень классно слышны переборы и бои хорошо играют скрипки то есть чувствуется вот такое же легкое завывание по струнам фортепиано тоже очень очень хорошо ну то есть это все работает звучит вернее и как такового жира вот ну то есть там нету но есть четкие очерченные вот эти вот образы звучания струн назовем это так вокал немножечко ну как немножечко на на приближении к вам как в любой классической вышки хорошо слышимый ну допустим после h2o тот вокал который там и здесь это конечно небо и земля но если там вот в конце были слышны знаете такие вот четкие окончания аж с акцентами здесь в конце не немножечко рассыпается особенно как бы во время прогрева так вообще шипящие уходили после прогрева после пяти часов стало как бы более-менее нормально прогрели с наушники вместе с моими ушами я люблю говорить вокал что женский что мужской выглядит очень красиво живо и немножко приближена к вам как я уже сказал все вот инструменты перкуссии которые звучат на средних высоких тоже отлично отыгрываются отлично трещат звенят все вот вот реально как надо где серединка она такая вот знаете прозрачная и наполненная деталями а разделение каком-то плане но здесь минимальное разделение по плану для того чтобы это ну то есть можно было слушать для того чтобы это казалось интересным какого-то вот узнаете вглубь и в пространстве позиционирования в пространстве позиционирования вообще нет углуб как бы чуть-чуть чуть-чуть все-таки вот есть планов но не густо скажем так но для 10 долларов это просто сверх шикарно то есть на секундочку мы держим в руках наушники за 10 долларов я не знаю ни одних других наушников вот в этом сегменте там плюс-минус 5 долларов которые для меня звучали бы также интересно если вы все помните ну то есть я любитель светлой подачи чем данные наушники являются мало того что светлой за счет вот этих вот низких частот это еще как бы и такой вот шикарный музыкальный бас того баса которого мне не хватало в кз еды x если вы помните этот обзор если не помните вот на него ссылка 100 старенький обзор но вот как бы за отсутствие примерно такого баса я их немножечко тогда поругал похейтил вот здесь все это есть ну а в че ну что сказать о вы че как бы песочек на дальнем плане не сильно проработанные но слава богу не ярко выражены то есть мнение не пилили не резали как ваш 2 у ну потому что вот просто недавно был аж 2 на них вот сейчас вот ссылочка поэтому я очень вспоминаю как насколько мне там неприятны были хотя там хорошие проработанные вы че но тоже они сыпали песком и это было очень неприятно то здесь же они такие песочные где-то вдалеке и как бы ну то есть не сильно вырезались в ухо понятно даже не очень но опять таки для 10 долларов я считаю круто что их не стали выпячивать вытягивать а чуть-чуть отодвинули на заданный план чтобы они нигде ничего не резали их не притушили их не обрезали их просто отодвинули чтобы они вам не резали слух вот такие вот вы че в общем в общем тюнинг этих наушников мне очень понравился я действительно считаю как бы вот это вот 10 долларов плюс минус 5 сейчас в одними из самых приятных для меня наушников какие у них были конкуренты тоже неплохо звучащие сейс от и сайну ссылка сейчас на на них тоже были неплохие ушки но они стояли и гораздо дороже и все таки как-то как-то там больше вы че сыпали песком и они чуть-чуть темнее были чуть-чуть веселее от трен недавно тоже были у нас наушники чисто динамически да если вы помните как как они назывались вот мт1 ну мт1 тут уже ссылочка если сейчас у меня не закончились ссылочки то вот если закончились то посмотрите в плейлистах они то есть гораздо темнее гораздо музыкальный с уходом вот как бы ну вернее без никакого ухода без никакой детальности то здесь же просто отличная детальность как бы давайте не будем затягивать рассказал все мне действительно понравились эти ушки и в каком-нибудь из топов в этом ценовом сегменте они займут свое достойное место но к этому мы дойдем еще еще немножко позже все ребята теперь спустим эксперта посмотрим что он скажет по поводу этих наушников и вот он мой сонный помощник мы бьем все рекорды у нас если шок пол третьего ночи и так музыка играет группы engine он в начале написал сейчас об этом говорю это мой эксперт по технической части зубастый эксперт как тебе он хочет спать хочет ко мне на плечо ну и собственно я всем спасибо что вы со мной очень рад если вам эта информация помогла и всем спасибо и пока